всех приветствую вас мои родные любимые сердце моем дорогие христолюбчики братцы и сестры во христе и все люди на земле всех приветствую всем вам желаю всякой радости всякого блага счастья любви добра мира терпения в душах сердца в умы и в тела здоровья ну и прежде всего в дома ваши тоже в семьи ваши ну или затем и во все сферы вашей жизни чтоб все у вас было хорошо все было складненько у нас с вами сегодня такой вот ролик назвал я его а я христолюб говорю вам назвал его так неспроста кому-то она опять покажется невелик величайший до гордости с моей стороны таким вот зеркалом отразить себя самим нашим творцом создателем спасителем иисусом христом но я конечно же сейчас вам все объясню я вам прежде позволю напомнить нагорную пропасть заповедь иисуса христа в евангелии от матфея с пятую по седьмую главу которую нам описано я это сделаю кратко да вы помните с чего она начинается ну так называемые заповеди блаженства да и господь говорит после перечисления этих заповедей что если мы так делаем то будем счастливы он говорит что мы христиане ученики христова те кто пойдет по его стопам будет следовать его примеру жизни его учению то есть делам и словам тот будет солью этой земли и при этом говорит что если соль потеряет силу это уже здесь господь кратко как всегда это не хочет чтобы не услышали все сектанты православные католики протестанты что если соль теряет силу иисус сказал то ее выбрасывают вон поэтому вы спасаетесь не верую не греша всю неделю по воскресеньям плача у батюшки под полотенчиком это не спасает человека человека спасает вводит в небесное царство что его святая жизнь по евангелию по примеру по делам и учению и словам иисуса христа ну по примеру учению по делам и словам да если же соль потеряет силу зачем сделаешь все соленое он будет вы соль земли те кто будет также в конце евангелия иисус так и скажет идите научите все народы уча их соблюдать ну естественно все что я соблю заповедал соблюдать вам но прежде сделайте это сами вы свет мира тогда светит свет ваш перед людьми чтобы они видели ваши добрые дела вы знаете убийство беззащитных животных убийство даже так называемых врагов моей родины это не добрые дела ими не светит в мире ими живет весь мир христиане так не делают это надо тоже себе раз и навсегда запомнить чтобы они видели ваши добрые дела и прославили отца небесного в день посещения я добавлю слова апостола петра из его первого послания и казалось бы очень часто извращают эти слова не думайте что я пришел нарушить закон не нарушить я пришел но исполнить но правда я говорю врывать их из контекста дальше вообще-то написано ибо истина говорю вам доколе не придет небо и земля ни одна йота и ни одна черта не придет то есть не исчезнет из закона пока не исполнится все иисус не говорил что он пришел исполнить весь закон моисеевым весь бред который потом в виде преданий устных и письменных до дошел до времена иисуса христа до его современников которые они соблюдали иисус об этом не говорил он говорил как это называют современным буду выражаться языком об исполнении всех мессианских мест об миссии об иисусе христе ну в частности кто его исповедует такие миссии который должен прийти поэтому если мы читаем целиком это предложение местоимение как хотите ибо оно обозначает вообще передняющая запятая должна быть но кто знает синодальный перевод совсем не идеален его критикуют очень многие люди да достойно смысле заслуженно и правильная критика да вот у вас стоит слово ибо так поставьте впереди запятую вообще-то и критикуют и за синтексис естественно за перевод да за искажение смыслов вот во многих местах дальше господь говорит что кто нарушит одну из тех заповедей которым он сейчас будет учить сотворит нарушит и научит так людей тот самый маленький наречется чем заповеди иисуса почему толкует некоторые что заповеди закона он сейчас будет свои заповеди противовоставлять закону закону преданием а кто все сотворит и научит так людей тот великим наречется то есть что надо сделать сотворить евангельские заповеди заповеди иисуса христа то есть жить по упажет по примеру жизни и по учению иисуса христа и учить так людей мы смог улавливаем да это начало евангелия это всем известно нагорная проповедь при этом иисус говорит что если ваша праведность не превзойдет праведности книжников кто такие книжники я учу сам ничего не делаю и фарисеи кто такие делают но делают все не то предание старцев святых по цветы их и прочие и прочие дребедение до письменных и устных да но своих извращений но не действительно не живя по примеру и учение иисуса христа и дальше иисус кто знает кто не знает я напомню прямо противоставляет свое учение ничем не подкрепленное учению древних учению древнего учению моисея и дальше вы знаете он цитирует вы слышали что сказано древним иисус задирает палец к небу перст к небу свой возносит а я говорю вам когда меня пытаются убедить ну или к сожалению меня ты конечно у них не получается убедить а вот людей невежественных глупых и слепых чтобы этих слепых будучи сами слепыми вести в яму если какие-то некоторые вот эти противопоставления когда иисус прямо противопоставляет закону еще можно как сказать что да есть минимальная просто степень а есть высочайшая степень то мы-то с вами кто действительно искренне истинно познал евангелие знает прекрасно что бог есть абсолютная любовь и малыми заповедями иисус не называет закон он называет малыми заповедями вот это все малыми они называются только потому потому что как скажет потом его ученик познавший истину именуемый иоанном богословом апостолом любви скажет что заповеди его не тяжкие это одно и то же слово поэтому тот кто извращает и говорит что в нагорной проповеди малыми заповеди называется западет закона когда иисус их говорит что вам сказано а я говорю вам он не говорит и я говорю он не дополняет а я говорю вам причем если кто-то тоже начинает ой да это переводы то что же им когда удобен синодальный когда неудобен да это просто перевод ведь можно и то же самое кто знает допустим английское местоимение and перевести как а и подставляя его по смыслу то я естественно когда мы прочитываем все целиком я говорю все это можно рассчитывать только на людей невежественных глупых и слепых людей зрячих трезвых и умных во христе это конечно же не срабатывает потому что если некоторые еще можно было бы сказать что иисус дополняет как бы говорит вот есть маленькая степень а есть великая то когда мы с вами добираемся до действительно высочайших так скажем степеней святости человека и когда иисус говорит вы слышали что сказано древнем что же сказал иисус во-первых объясните мне когда иисус сказано что вы слышали что сказано древним не приступай к клятвы но исполняй пред богом клятвы твои сугать не клянись вовсе это разве дополнение вот скажите мне пожалуйста или это разные степени иисус прямо противопоставляет свои учения учению моисея его последователи и так далее до всех этих преданий которые дакать до обросли достигли до времен явления бога воплотить исполнять клясться исполнять клятвы не клясться вовсе это не дополнение это не и и не маленькая высокая степень иисус прямо противопоставляет свое учение учению древних и причем это идет яру так по возрастанию да я пропустил многое не знаю зря не зря просто знаете мне так ролики вечно часовые получается я поэтому только и по этой причине стараюсь всегда это скоротать да я всегда когда вот мне такие горе учителя пытаются тоже лапшу на уши повесить кто хочет есть у меня на канале беседы христалю беседы мои христалю найдите беседу называется она по моему закон или благодать что такое там распятый иисус и моисей с двумя скрижалями на значке видео вы найдете по или попросите у меня ссылку в комментарии я вам дам вот послушайте подобные беседы мои у меня таких много ну в смысле за кадром иногда бывает есть возможность такие выложить когда мне пытались втереть что даже в законе моисеевым была любовь к врагам проповедно лишь бы притянуть все все ветхозаветное все извратить новозаветное всем ветхозаветным да кто слышал эту беседу знает о чем никто нет я рекомендую очень послушать как люди лукаво обманываясь правда зачастую лукавые игру что они это делают по слепоте своей сознательно осознанно нет некоторые делают это по слепоте действительно думают что они зрячь на по сути ничего просто не видят потому что нагорная проповедь она идет так знаете пап папа спирали бога она все больше больше раскручивается вы слышали что сказано око за око и зуб за зуб а я говорю вам не протився злом я услышите око за око то есть выдрать и отдать не противиться злому позволить это вообще это вообще как вам вот скажите мне кто ударит тебя по правую щеку обрати к нему другую кто захочет судиться с тобой взять тебе рубашку отдай ему верхней одежды кто принудите с ним одно поприщите с ним два просящему тебя дает хотящие занятия не отвращайся разве это похоже на око за око разве это маленькая высокая степень противоположные вещи око за око вам надо дать определение этим всем и кто знает там их намного больше зуб за зуб глаз за глаз ухо за ухо до прям так закольный мысей написано что там член тела за член тела или как там я уже забыл правильно так складненько говорится да это месть если вам непонятно одним словом есть этому определение всему что это развернуто так скажем есть заповеди есть сущность а есть дела этой сущности любовь есть дела любви есть ненависть есть дела ненависть есть месть есть дела мести вот око за око зуб за зуб нога за ногу рука за руку это месть аисус говорит даже у тебя неправильно отбирают что-то ты отдай это это разве дополнение это разве разные степени нет во первых кто не в курсе вот именно я вроде только можно вот я когда мне такой пытаются игры слушать и вообще хоть посмотрите мои ролики обо мне почему всем рекомендую вы на кого свои зубки поднимаете руки свои поднимаете и зубки свои оскаливаете вы не на того напали просто вы может конечно это простите я скажу современным языком лохам это втирать невеждам слепцам глупцам когда даже иисус говорит о древнем законе ока я даже не думал 6 но я как всегда я кратенько подготовил но чувствую опять на полтора часа я пометки все сделал они были короткие но я не могу остановиться и не по бумажке всегда проповедует во первых в законе око за око и зуб за зуб то есть относится вообще заповеди говорит к тому грубо говоря вот тебя обидели неправильно обидели ты что должен отомстить это заповедь обращена к тому кого обидели и в каком русле ты должен отомстить кому обращена иисус и не против все злому во первых зная все евангелие потом знаю послание апостолов вы помните как петр я буду на него тоже ведь часто ссылаюсь сегодня верни уже два раза слас он и будет говорить если вас говорит наказывают правильно за проступки то разве в чем-то есть сложность вы должны это понести наказание это и у грешников так и вы достойны наказания каждый кто грешит он делать не в этом я так своими словами помните до первое послание апостола петра будет но вот когда вас наказывают и обижают невиновно за слово христово за истину за добро когда просто тебя действительно может быть даже мог просто ты же аграй когда идешь и тебя ограбил человек ты же не виноват ты ничего ты же не за не за хорошие пострадал но и не за плохой да знаю евангелие тут пусть иисус не все вложил нам такими тезисами на горная проповедь по крайней мере так и нам передал матфей но знаю потом все евангелие естественно иисус говорит о чем о том что неправедный не зря здесь я конечно же иллюстрации подставляю вы помните потом иисуса точно так же будут что делать сдирать рубашку тащить на суд мы помним арестовав гефсиманском саду принуждая идти его будут судить его будут бить по щекам по лицу и не только по лицу это нам только описано понятно что его избивали как только могли иисус все исполнил и как он страдал незаконно да или правильно как хотите любые слова антинамичные подходит правильно главных употреблять то есть он не достоин был всего этого с ним поступали неправедно да то есть закон мы все обращем к тому если с тобой поступили неправедно но ты должен что сделать замстить иисус говорит из того поступили неправедно ты что должен сделать ничего не противиться злом это дополнение это высшая степень никакие не высшие степени противоположные вещи ты либо одно ты либо в одну струю встанешь либо в другую либо ты мстишь либо ты не мстишь либо ты мстишь либо ты любишь потому что все что писал иисус это любовь к врагу и ты есть тому чем учил он не говорил им ноги целовать он не Играл присмыкаться перед врагами, мы такого Иисуса вот именно не видим никогда. Но он учил не воздавать злом за зло, потому что выдрать человеку око, выбить зуб, оторвать руку и ногу, это злом за злом. Потом Павел, познав это, гонитель церкви, убийца христиан, что будет говорить? Не воздавай злом за злом, враг твой голоден, даже накорми его. Иисус все это исполнит, исполнит, да, он не учит нас присмыкаться перед своим обидчиком. Да, ты человеку, вы помните, когда даже воин его ударит, он ему скажет, он его попытается научить, видимо, проницая сердце разных людей. Иисус, видя сердце этого воина, понимает, что это может его коснуться, может быть, это коснется его после. Он на всю жизнь запомнит этот свой удар и то, что сказал ему Иисус. И, возможно, этот воин покаялся, стал даже великим христианином, может быть, проповедником, апостолом, имя которого мы даже не знаем. А, может быть, знаем, но не понимаем, что это тот воин. Разве это одно и то же? Это я просто удержаться не могу, потому что, когда извращают вот это вот Евангелие, учение жизни Иисуса Христа, это просто делают все на вырванных стихах. Дальше он говорит, я говорю, если еще какие-то там можно притянуть, хотя я говорю, вон, клятву, если там поначалу не прелюбодействуя, а я тебе говорю и там, да, Господь более широко, конечно, на что прелюбодействовать можно. Я говорю, если те еще на них бы можно было сыграть и слукавить, то когда мы берем все, так скажем, наставления и заповеди Иисуса, все его учения, мы видим, что это полностью противоположное учение. Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего? Меня пытались убедить, что в Ветхом Завете тоже было учение о любви к врагам. Я говорю, вы что прикалываетесь? Я им прям вот это, когда, я когда прижимаю, кто мои беседы слышал, я человека четко прижимаю к стенке. Люби, блин, это Иисус, это не я говорю, причем кто знает, кто исследовал, кто читал, как они любят толкование, то, естественно, все прекрасно знают, что Иисус не ссылается на какое-то конкретное место из Ветхого Завета, особенно вот в этом эпизоде, вот в этом учении, это самое важное, это самый концентрационный момент. Во-первых, я говорю, это единственное место, ну, помимо заповеди блаженств, практически то же самое, где Господь с детьми Бога называет только тех, кто миротворцы в блаженствах, он выше, мы это пропустили, просто не стали с вами все блаженства сегодня зачитывать, и вот здесь, то есть детьми Бога названы только те, и начинается Евангелие, вы дети Божьи, не только можете ими называться, но и должны быть ими, как говорил Иоанн Богослов, только тогда, когда мы любим врагов, мы их что делаем? Благословляем, мы им благотворим, мы молимся за них, что это значит? Это желаем им блага, спасения, да? Только тогда, Он говорит, да будете детьми Отца Вашего Небесного, ибо Он такой же, и вы будете не по вере, не за пролитые слезы под полотенчиком у батюшки по воскресеньям, нет, Он говорит, вы будете детьми Его, законными, да? Действительно, по праву и названы, и будете такими по природе, потому что вы все это делаете, потому что делами вера достигает совершенства, потому что Он посылает дождь свой на праведных и неправедных, на добрых и злых, грешных и негрешных. Я когда меня вот начинают это про то, что Он исполнял закон, что закон благ, я говорю, Иисус, вот цитирую, и давая определение всему Ветхому Завету, что учение Ветхого Завета это любовь к ближнему, причем мы прекрасно знаем, что даже когда, даже когда речь шла о ближнем, мы потом узнаем, что были даже прямые такие вопросы, вы помните, у Луки нам все это четко описано, о том, что какая наибольшая заповедь в законе, да, в Моисее и так далее, и он сам цитирует Моисея, это не слова Бога, это слова Моисея, люби Бога и ближнюю, как самого себя, что даже в этого ближнего, мы, зная, кто знаем, мы, я себя соединяю с теми, кто хоть как-то Ветхий Завет плохо, хорошо читал, знает, может быть, со мной уже все исторические книги для пророков изучил, то, естественно, там и любовь к ближнему была абсолютно не та, в которую вложил, определение которой любви и поступком, который дал и пример, и словам Иисус в своей жизни, в то, что он вложил даже в той беседе, в кратком диалоге, когда речь и шла об этом ближнем, вот. Но здесь Иисус в монологии это не раскрывает, мы здесь узнаем о том, что такое любовь к врагам, и говорит, и дает определение Ветхому Завету, и ненавидь врага твоего, и, кстати, если люби ближнего твоего, вот именно, еще хотя бы, как вы всегда на какой-нибудь умный сайт христианский, посвященный Библии, попадете, там все с толкованиями, вы найдете ссылки на любви ближнего твоего на Ветхий Завет, где это сказано Моисеем, не Богом, заметьте, а Моисеем, то, когда вы попытаетесь выяснить у кого-нибудь, а где вот это учение о ненависти к врагам твоего, то вы узнаете, что никакой ссылки нету, даже на конкретное слово Моисея, там, Иисуса Навина, еще кого-то из судей или пророков, нет, это общий дух, начиная от Моисея, Ветхого Завета, учение и дух, и, естественно, поступки. Уж вы, кто со мной, я говорю, исследовал один раз Ветхий Завет, я думаю, вы все прекрасно понимаете. А Иисус говорит, а я говорю вам, любите врагов, и я говорю, слушайте, но если вы где-то еще можете, вырвав стихи Иисуса, слова Иисуса или стихи из Библии, из контекста, вы еще можете кому-то лапшу на уши повешать, но когда в контексте мы все рассматриваем, не только даже там Нагорную проповедь, в контексте Нагорной проповеди, ну, куски Нагорной проповеди, отрывки Нагорной проповеди, в контексте Нагорной проповеди, нет, Нет, все мы должны рассматривать всегда, как я всем говорю, да, стих в предложении, предложение в абзаце, абзац в эпизоде или вот событии, или вот целой речи. Это не раздельная речь, не зря, поэтому я не могу остановиться, как видите, от начала, ну, стараюсь как-то кусочками, но все-таки хоть как-то по ней пройтись целиком, да. А вся какая-то речь, эпизоды, поступки Иисуса и слова в призме всего Евангелия, всей его жизни описаны в Евангелии, всех поступков, вспоминая другие какие-то параллельные, как это говорят, места. Все это еще через призму Библии, что нам доброго открыто в Библии, какие истины, да. А вообще все это через призму истины, причем своей истины, о чем мы сегодня и будем говорить. Каждый все равно через призму своего сердца смотрит, и отвечать каждый будет сам за себя. Но об этом я скажу позже, насчет итогов, сейчас просто пробежимся по Нагорной проповеди, вы поймете, к чему все это мы сегодня говорим. Поэтому, естественно, о какой тут дополнении закона может идти речь? Иисус прямо противопоставляет свое учение, учению древних, Моисея и дальше, дальше, дальше всех до своего пришествия, до своего служения. Еще раз, последний раз читаем. Вы слышали, что сказано древним? Люби ближнего, причем я говорю в ветхозаветном понимании, и ненавидь врага твоего. Иисус ближнего оставляет, ну, хотя выше мы тоже видели о любви к ближнему, именно поступки. А я говорю вам, любите врагов ваших. Поэтому, если кто-нибудь вам начнет вешать лапшу нашу, что закон Моисея и Иисуса, это очень близкие, это какие-то ступеньки. Любить и ненавидеть, это противоположные вещи, это диаметральные вещи. Если я люблю, я иду туда. Если я ненавижу, я иду туда. Хотите так, как хотите. Это разные вещи, абсолютно, не просто разные, в смысле, это неправильное слово, противоположные вещи. Любить и ненавидеть, это противоположные вещи. Дела любви и ненависти, они противоположны. В одном стакане, как говорят, в одном кувшине, в одном сосуде, лед и огонь находиться не может. Ненавидеть и любить, это разные вещи. Иисус прямо противопоставляет свое учение, учению древних. Я надеюсь, это всем понятно. Кому это непонятно, мне вас жаль. Итак, будьте совершенны, как Отец. Будьте. Иисус призывает. Он говорит, что вы будете по вере совершенными. Будьте. Это подвиг жизни каждого человека. Все вот эти «я ничего не могу» и прочее. Дальше Иисус еще, кто помнит, кто не помнит, я кратко напомню, дает учение о милостыне, о посте. Причем вот именно ссылается. И когда моль о посте, о молитве, и так, не будьте как лицемеры, как фарисеи, он говорит. То есть, он себя противопоставляет. Сейчас я это, ну, вы помните, да, сейчас пробежимся про посты, про сокровища на небесах, которые надо собирать. Не можем мы служить двум богам. Не важно, что здесь Иисус сказал о мамоне, о сокровищах, о богатстве. Это речь идет обо всем, что истине и неистине. Ищите прежде Царство Небесное, это все приложите вам. Иисус говорит о том, что нельзя судить. Я кратко скажу, не могу удержаться. Когда вы поймете, о чем говорит Иисус, не судить, мир делится на видимый и невидимый. В этом контексте, в седьмой главе, Иисус говорит, не осуждение человека, на что? На наказание. Суд подразумевает вынесение приговора. Приговор подразумевает дальнейшее действие его, исполнение этого приговора. И приговоры бывают разные. Начиная от лишения чего-либо, видимого у человека имущества, общения с кем-то, да, ограничения какой-то свободы. Заканчивая лишением здоровья и даже самой жизни. Цепочка простая. Суд, приговор, исполнение приговора. И он может быть разным. Это запрещает делать Иисус. Судить людей словами. Когда мы говорим, что ты грешник, вот почему? Потому что ты делаешь что-то, то-то, ты не судишь человека, запомните это. Иисус так делал постоянно. Но когда ему привели взятую женщину в прелюбдеяние, он не позволил осудить ее на лишение жизни. Но сам словом своим судил ее. Он сказал, ты грешница, иди больше. Так не делай. Сегодня мне надо разжевывать и рассказывать, как Иисус людей прямо в грехах обличал. Он говорит, вы дети дьявола. Почему? Он объясняет, почему. Потому что, причем только ищут убить его. Они еще его не убили, еще даже его не распинают. Они даже еще не судят его. Только за то, что они уже стали помышлять и вынашивать план об убийстве Иисуса. Он назвал их детьми дьявола. Причем прилюдно при всех. Запомните это. Судить и не судить. Имеется в виду, что все, что касается до плоти. Это очень легко понять. До видимого мира ты не судишь человека. Поэтому, когда я говорю людям, что вы убийцы беззащитных животных, бесноватые, я вас не сужу. Я не говорю, у меня нет власти над вашей плоти. Я не могу вас в ад послать. Я, может быть, с радостью вы даже это сделаны. Я шучу, конечно. Я, познавши истину, вот именно понимаю, что человек должен в свободе самоопределиться. И вот именно я понимаю, что вы достойны смерти даже. Жизнь за жизнь, око за око. Вы убиваете, вы достойны смерти. Вы каждый день убиваете беззащитных животных. Вы достойны самых последних кругов ада. Но я вас туда не посылаю. И у меня нет такой власти. И если бы была, я по заповеди, по примеру и учению Иисуса, никогда этого бы не сделал. Но по учению и заповеди, примеру Иисуса, я вам говорю, те, кто вы есть, вы дети дьявола. Потому что каждый день убиваете беззащитных животных. Вот я надеюсь, вы это понимаете. А я вас не сужу. И я вам, как Иисус, говорю, вы сами будете в аду. Он им и сказал потом, после этих слов, вы умрете во грехах ваших, если не покаетесь. И я вам говорю то же самое. Я вас в ад не буду посылать. Вы сами туда идете. Он уже на этой земле ад. Любой грех – это ад в сердце человека. И вы сами там. И я именно этими словами люблю вас и призываю вас к покаянию. Судить я вас не могу. Я вам, наоборот, говорю, что вы сами себе осудитесь. Если вы хотите быть вместе в раю, давайте там будем. Это же здорово. Это же рай. Это где все любят друг друга. Сейчас упаси меня. Бог с вами в рай попасть. Тем более ваш рай. Я уже вижу, какой это ад для меня. Поэтому я надеюсь, я не мог себе не остановиться. Кратенько все-таки сказать, да. Естественно, Иисус говорит о том, что даже слова ты имеешь право тебе произносить, если ты сам так не делаешь. Это тоже всегда очень важно. Это красная мысль, красная ниточка. Как я говорю в Евангелии, Иисус говорил, сотворите и научите. Ибо я творю и учу. Ну, он говорил, не давать в святыне пса и не бросать жемчуг перед свиньем. То есть, не надрывать сердце своему человеку, который сознательно противится истине, бесполезно ему что-то доказывать, да. Вот. И чем же заканчивает? Ну, практически заканчивает. Мы с вами не берем, не будем, упустим последние фразы, где Иисус рассказывает уже о последних временах, что крестный, путь христианина это путь крестный, о том, что беречься вот этих лжепророков и хищных волков, и что человек, во-первых, учителей очень легко определить, судите по плодам. Что человек говорит и что он делает, вот и все. Мы сейчас на этом с вами, в общем-то, и закончим. Ну, и говорит, в частности, о суде над всеми христианами, над людьми, в частности, над христианами, что кто слушает и не исполняет его слова, тот подобен человеку безрассудному, построивший дом, думавший, что построивший свой дом, христианскую обитель, рай, нет, на пустом месте. Вот. Потому что веры недостаточно. Человек этого и дела. Но перед этим Иисус говорит, всякое дерево непонощащее плода доброго срубают и бросают в огонь. То есть, человек, и тут же он говорит, так всякое дерево доброе приносит, по плодам их узнаете их, лжепророков и так далее, всех этих лжеучителей, собирают из терновника виноград, срепейника смоку и так далее. Худое дерево приносит, худое плод, а доброе, доброе. Да, мы все с вами помним. Вот теперь мы переходим еще раз к моей записочке. Я вам зачитаю, что я пометил. Иисус противопоставил себя всем бумажкам, раз, преданиям, письменным или устным. Я не буду сегодня вам все Евангелие, мы с вами все четыре Евангелия не будем за секунду зачитывать, у нас это не получится. Мне надо вам напоминать места, где Иисус противопоставлял себя преданием, где его прямо укоряли, что он не поступает по преданиям старца, устным или письменным. Я думаю, если сейчас свою головку напряжете, если вы хоть вообще Евангелие читаете, вы вспомните таких моментов предостаточно. К письменным я отношу там субботу, вы помните, прямой законный, и он прямо его нарушает, вы помните, не раз. И устным. Умывать руки, там чашки, ножки, все. И таких прочих, много примеров. Он противопоставлял себя учителям, законникам, книжникам и фарисеям. Мне надо напоминать, сколько споров у него было, которые он выигрывал. И вот эти все имена, которые я беру, или звание их, все, естественно, взял из Евангелия. Он не покоряется им. Аллах, махаллах, вы же учителя. Вы же закон, учителя закона. А ты книжник, да, а ты фарисея. А я тут такой 30-летний, необразованный еврейский юноша. Звать меня я никто, и звать меня никак. Вы видели такое псевдо-лживое, христианское, хотя христианство слово от Иисуса Христос, как раз, да, ну, тавтологично, но понятно. Вы видите ли такое смирение у Иисуса когда-нибудь, вообще в Евангелии? Я всегда вижу Иисуса таким смелым, стойким, крепким юношей, который благовествует истину. Ему без разницы, кто перед ним. Он не обижает людей, ну, мягко скажем, не обижаемый, есть разные случаи обижать. Я имею в виду, кто еще в это вкладывает. Почему я говорю, псевдо-смирение очень часто, псевдо-святость натягивают на христиан, извращая учения. А почему он так делает? Потому что, познав истину, я пишу, ты уже не должен быть солью, потерявши силу. Ты не имеешь права ей быть. Но если ты станешь, ты станешь, ты сам себя погубишь. Поэтому я говорю, ты не должен быть даже солью. Ты не то, что не можешь стать, или тебе необходимым быть. Ты не должен быть солью, потерявши силу. Ты должен быть солью, соленую, которая солит, обеззараживает и заквашивает весь этот мир, консервирует весь этот мир, чем истиной. А в чем же истина? Вы знаете, очень громкие слова. Вы знаете, у меня есть ролик, все это из серии роликов учителя. Кстати, этот же ролик пойдет, конечно же, дубляжом в плейлист о себе на моем канале Христолюк Лайв. Я просто заметил и как-то дал такой тоже совет. Все то же самое, я чуть по-другому лишь сегодня говорю. Подобных роликов он, естественно, будет в плейлисте учителя, наставники, апостольства и евангелизации на канале Христолюк Проповеди. Кто хочет, обратитесь к нему, все ролики близкие к этой теме посмотреть. Я там говорил, вы знаете, я тоже сколько слышал байк, кажется, хороший проповедник, что-то о любви поет, еще что-то. А потом слышишь там, убивайте за родину. Я тогда привел пример. Вы посмотрите не просто на слова, слова «любовь», «добро», «терпение». Это все общие слова, это сущность невидимая. Вы посмотрите, каким делам они призывают, эти проповедники, и вы все поймете, какая у него любовь. Любите там людей, ближних, да, и псевдосмирение перед каким-то там иерархичным начальством, вопреки тому, что тебе говорят делать зло. И ты якобы из любви, смирение, любовь, кто знает, это практически то же самое слова, потому что апостол Павел прекрасно дал определение любви, это совокупность, совершенство. Если я действительно терплю, как Иисус сказал, меня бьют, я терплю действительно недостойные, незаконные отношения ко мне, неправильные поступки ко мне. И то, как Иисус мы видим ударившему воину, как я вам сегодня напомнил, Он дал ему ответ словесный, как я вам опять сказал. Очень легко поделить жизнь Иисуса и жизнь христианина по плоти и по духу. Обратите внимание. Он его в ответ не бьет, но он говорит слово. Слово – это проявленная невидимая сущность. И он ему дает ответ. Он подставляет щеку, чем он ее делает таким. То, что он вот им не уворачивается, не бежит, не забирает у него жизнь, а Иисус – это Бог, явившийся во плоти, для него жизнь этого воина была на ладони. Мог его так пришлепнуть, и все. Он этого не делает. Он терпит все это. Поэтому что же такое истина? Во-первых, в общем сейчас, и о любви мы сегодня тоже поговорим. Ну, истина, она всегда в трех вещах. Первое – свобода, любовь и бессмертие. Все это нам еще показано в первых главах книги «Бытие». Бог есть свобода. Это природа бытия, она неизменная, она просто есть. Человек – это тот камень, который создал Господь, который не может поднять. Какой это камень неподъемный? Это человек со свободной волей выбора между добром и злом, любовью и нелюбовью, истиной ложью. Тут все, что… Ну, тьмы и света, как хотите, да? Добра и зла. Вы все эти… Дуализм мира, вы прекрасно понимаете, здесь можно много слов вкладывать. Вот человек свободен остается всегда. В Иисусе Христе мы это увидели в Евангелии? Конечно. Бога никто не просил воплощаться. Он не был запуган раем. Его не Отец небесной палкой сюда загонял. Он его даже не просил об этом. Образ отца, вы знаете, что это такое? Это образ лишь невидимой сущности. Сам Бог Иисус Христос явился во платье. И он не был замотивирован каким-то большими блаженствами, раем, тем более, даже после смерти. Он уже был блажен и был в раю. Он не боялся ада. Его не страшили наказания. Он из любви к человечеству сошел дать пример святой жизни. Мы видим, как он служил. Мы видим, уж его мы видим вот именно абсолютно свободным. Он не подвластен лжи. Он не сдается ни на упросы своих, уговоры своих ближних, когда его решили в дурку положить. Вы же все это помните. Он свободен. И он сам в этой свободе отвечает за свои поступки, о чем я сегодня вообще всегда говорю. Именно вот это вот я, которое выдают за гордость у такого, как я, и похожих на меня, это не гордость. Я говорю, это в отличие от вас способность брать ответственность за свои поступки. И я, в отличие от вас, не ссылаюсь на других меня, как Адам с Евой. Я говорю, я, в отличие от вас, исцелился от этого первородного греха. Я не тычу на всех вокруг, что все вокруг виноваты. Бесы, люди плохие, бумажки, святые меня обманули. Или я вот повелся на их учения, или кто-то там, дядя Степа, или иерарх какой-то, или батюшка мне сказал, или пастырь, или вот брат во Христе, так любящий меня, так пытающий меня вразумить, и я вот поверил ему, согрешил, да, пошел не той дорожкой, Господи, ты же меня прости. Я, в отличие от вас, знаю, что человек, это его сущность. Ее никто, только я ее сам леплю, и сам строю. Я в ответе. Не важно, кто меня совратил. Когда Ева метала стрелы на змея, на дьявола, а Адам потом метал стрелы на всех, включая Бога, это им не помогло. Ихняя сущность из бессмертной стала греховной и смертной, поглощенная тьмой, болячками и концом всего. Вот вам результат. Поэтому его служение, вот это свободное стояние в истине, ни перед кем не лебезение, никому не целование, никаких туфель. Вот он, он Иисус, вот она, свобода человека. И он отвечал за свои поступки, он до конца страдал, даже пострадал за эту истину. Абсолютно будучи, причем свободно отдав, как вы помните, добровольно отдав свою жизнь. Не потому, что он хотел этого, но для того, чтобы дать нам пример. Как мы должны стоять в истине, даже до креста. При этом он не ломал никого. Он не брал меч в руки, он не насаждал Евангелие мечом, пистолетом, автоматом, кнутами, крюками. Это его пытались все в обратную к нему применить. И эту истину заглушить. Он ее проповедовал словом. Вот что должны делать мы. Поэтому, когда вам затыкают рот, поймите, что это все не от Бога. От Бога, где есть свобода, мы никому не имеем права затыкать рот. Каждый может говорить то, что он думает, то, как он живет. Мы это все видим в Евангелии. Иисус ни одному книжнику не запретил. Замолчи. И у него рот хлоп и сшился. Бог же мог все. Мы же видим, какой властью он обладал и что он вытворял. Сейчас вытворял я в хорошем смысле. И как раз применимо, что мог бы и вытворять зло. Как мы видим, люди ужасались, видя его добрые дела. Видя силу, какими он эти добрые дела делает. Божественную силу. И понимали, что сегодня он может добро делать, завтра вдруг зло. И почему ужасались? Свободу мы видим. Вот в чем истина. Свобода. Второе. Избери любовь. Или доброделание. Добро. Ну, любовь, она в чем-то проявляется. Любовь – это сущность, имя. Имя существительное проявляется в глаголе. Любовь – это любить. Это дела любви. В Иисусе мы видим всю его жизнь в делах любви. Игра, начиная с его пришествия, это уже дела любви. Вся его жизнь это было доброделание. Дела любви, милосердия, заботы, попечения. И наоборот, обличение, священие, хотите, священие, священие, света, консервации, заселение, засоление, закваски. Все эти слова образные, все они подходят, естественно. Иисус благовествовал истину. Иногда вопреки. К нему близкие подходили, говорили, Петр там, или родные хотели в дурочку на некоторое время упрятать от греха подальше. Он что говорил? Отойдите от меня. Вот что такое истина. Вот что такое доброе делание. Оказывается, говорение истины, это тоже любовь, это тоже добро делание. Несмотря на то, что бес, сам или вселившись в других людей, будет тебе противостоять. Мы сейчас к любви еще вернемся, к золотому правилу. И бессмертие. Вот она истина. Любовь, свобода и бессмертие. Мы ее увидели в воскресшем Иисусе Христе. Причем в бессмертии не просто в тленном опять теле, что человек невозможно его убить, но он перевоплощается. Вообще в бессмертном теле. Вообще. Это великолепно. Так. По поводу любви. Золотое правило морали. Мы не зря сегодня именно к Нагорной проповеди обратились. Потому что здесь, подведя итог, Иисус и скажет. Я его называю законом бумеранга. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом весь закон и все пророки. В этом вся истина. Ну, именно конкретно касаемо третьей истины. Любви, да? Что такое любовь? Это слово. Дела любви очень разные. Через это. Хотя это знали во всех временах люди. Вот кто так поступает, тот познал истину. И кто так проповедует. Вот через эти три истины, любовь, свобода и бессмертие, а любовь это в том, чтобы поступать с другими и пребывать. Вот мы почему так поступаем? Потому что мы хотим быть в таком мире. То есть, строим мир вокруг себя такой, в каком хотели бы жить сами. Я бы вот не хотел на скотобойне жить. Даже рядом не хочу с ней находиться. Я уж не говорю жить на ней. Или жить рядом, где стеклянная скотобойня. Или жить посреди скотобойни. На моих глазах никогда не убивали животных. Я это никогда бы не позволил. Я вам говорил тоже, что я сам был убийцей. Точнее, проплачивая эти убийства. Только потому, что я, казалось бы, не вижу глаза. И тоже ходил во тьме, как и все до покаяния. Хотя любил животных. Хотя не раз об этом задумывался. Но суета мира и помрачение от грехов. Ты думаешь, да ладно, мысль пришла, вроде Бог лучиком. Свет тебе просветил, ты этот лучик. Отодвинул и дальше живешь. Тебе некогда над этими вещами задуматься. Тебе надо есть, пить, веселиться. И работать для этого. Для всего. Познав вот эту простую истину, поступать с другими, что ты свободен, что все свободны избирать добро и зло. Что добро и зло очень легко распределять это то, как ты хотел бы, чтобы поступать с другими, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой. И вокруг себя устроять такой мир, созидать, который ты хотел бы, чтобы был в раю и там все были. И естественно, потому, потому что ты бессмертен и все бессмертны. И как это в вечности все будет смотреться. Вот эти простые, познание этих простых трех истин, я так и написал, вы видите текст у вас на экране, я делаю вам специально эти пометки для удобства, чтобы видеть такой видео статьи было. Познание этой простой истины дает право человеку, поднимая палец вверх, провозглашать ее по всей земле, невзирая на все противоречия, исказившие истину. Ну, и пример, я говорю, трупоядство, вот это псевдосмирение и прочих, прочих, прочих. Мы сегодня не будем с вами обо всех извращениях говорить таких псевдохристианских, всех, как православие, католицизм, протестантизм, как они исказили Евангелие. Поэтому, вы знаете, когда такого, как я, укоряют, что вот я говорю от своего имени, противоречию Писанию, как они говорят, преданию церкви, я поступаю прямо по Евангелию. Если соль потеряет силу, Иисус, еще раз запомните, хотя вам надо это не просто запомнить, вы должны к этому сами прийти. Если вы придете к этому, вы познали истину. Мы же видим Иисуса, все, о чем я сегодня говорю, все мы видим сбывшимся на Иисусе. Он был абсолютно свободным, абсолютно свободным, сам избирал только благо, это благо проповедовал и не нарушал свободу других людей. Творил добро даже и стоял за истину даже до смерти и смерти ужасной, крестной. И показал нам, как поступать со всеми людьми. Их можно на три грубо категории поделить. Любящих нас, нуждающихся в нас или встречающих на пути нашей жизни, нуждающихся и врагов наших. Все он это показал. И бессмертие. Жизнь вечная. Иисус тоже в себе явил. Все. Мы видим, какой он был. Значит, все, что этому не соответствует, ты точно так же, как Иисус, противопоставлял свое учение, поступки, слова, учению древних, закону Моисея, пророкам, всем книжникам и законникам, которые это учили. Это и есть истина. Потому что все, что этому не соответствует, это ложь. Такой итог, но это еще не итог, потому что сейчас я еще достаточно буду говорить. Ну, я его назвал итог. Все, кто говорят, что говорят не от своего лица, вы знаете, вот это псевдосмирение, я его назову, я не знаю, в названии ролика буду, я употребляю это определение. Вот это вот псевдосмирение и якобы любовь, и якобы истина, которая, начиная с сект, конечно же, но даже эта болячка, этой болячкой заражены свободной, так называемой, во Христе, к которому я уж себя не знаю относить, тоже не относить. Все, кто говорят, что они говорят не от своего лица, вот типа вот я, а не вот так вот, типа они не такие гордые, чтобы это вот палец в небо тыкать, пальцем в небо тыкая говорить, я говорю вам, делайте вот так вот, а говорят от лица кого, кто церкви, если там сам и должность позволяет, и бумажки, выданные кем-нибудь еще повыше, самым-самым там, наместником Бога на земле, неважно где, время, в Москве, или в Берлине, или в Вашингтоне, от лица церкви, святых, святые отцы, я вам передаю учения святых отцов, святой отец сказал, учителей, неважно каких, авторитетов современных, каких-то прошлых, бумажек, ибо написано, ты мне цитируешь Библию, да я знаю, что написано, и много чего написано, но ты мне ибо написано вырвал и вложил в это свое, и прочее, тут можно перечислять, я пишу, лукавят, все, кто говорят от лица, типа не от своего лица, а от лица церкви, святых, учителей, бумажек и прочее, лукавят, я пишу, лукав, лукавый, дьявол, обманщик, люди эти, я пишу, обманывают себя, самообманываются, и окружающих, в конечном итоге, все мы понимаем то, что понимаем, что я хочу сказать, я думаю, ни для кого не секрет, кто слушает меня, кто не первый год в христианстве, кто прекрасно понимает, кто пытался с этими вопросами разобраться, что в оконцовке все они говорят от себя, я в отличие от них хотя бы не прячусь, потому что только то, как я прочитал Евангелие, это я его прочитал, если бы мы его понимали одинаково, не было бы разногласий, каждый понимает, как он понимает, и если он уже открывает свои уста, и кому-то что-то говорит, это уже говорит он, я вот тут написал, есть такая мысль мудрых, мы в ответе только за то, я всем говорю, я в ответе только за то, что говорю я, а не за то, как меня поняли другие, ну или может быть непонятно, есть по-другому, я в ответе только за то, что я говорю, но не за то, как вы меня поняли, вот то, что я говорю, я в ответе за себя, я всем говорю, да, я дам отчет, я дам ответ, я стараюсь стремиться к совершенству, к истине, другим эту истину проповедовать, потому что это истина, и жизнь по этой истине делает человека счастливым, блаженным, потому что он становится свободным, любвеобильным, и бессмертным, но это я говорю, я, кстати, в отличие от них, не пытаюсь прикрывать, это говорит вам Бог, я пророк, я учитель, у меня корочек, знаете, сколько семинарий, я то-то, то-то, это я тебе сказал, я мужик, ты женщина, и давай себе в грудь вбить, это же я вот бумажку читаю, в Евангелии написано, ты что о ней слэшишь? Я делаю как Иисус, там написано, а я тебе говорю, вы помните его диалог с дьяволом в пустыне, он ему приведет в Писание, он даже с ним не спорит, он не пытается его толковать, а он у другой просто говорит, и все, хочешь исполняй, хочешь нет, написано так же и другое, на горную проповедь, я говорю, это надо по всему Евангелии, я тебе вам сегодня тысячи примеров привел, вам сказано, а я говорю вам, вот когда Иисус ссылался, я кстати, может быть мысль не подытожил, нет, ну в принципе все идет, один ролик, сейчас я его подытоживаю, я всегда говорю, вот Иисус, когда, вот представьте на секунду Иисуса, действительно реально, вот в то время, вот это все сказано, и он идет против всего учения, он когда ссылается на любовь к врагам, благословлять их, благотворить им, и молиться за них, когда весь закон, и весь Ветхий Завет, и все предания, и в принципе мировоззрения всего человечества, задушить своего врага, он на что ссылается, вы видите, он на что подытожил, вот он когда сказал, я говорю вам, на что он сослался, кто он для них, обычный человек, простите, если вы думаете, что Иисус не писал, не какал, я вот всем говорю, это мы его образ и подобие, он Бог, он ел и пил, как написано, хотите более мягкими словами, он все это делал, его никто ни за что не почитал, он не был никаким учителем, ни раввином, ни корочек у него не было, ничего он не закончил, обычный человек, все, что у него было, это дела, сверхъестественные, дела добра, которые он делал сверхъестественным способом, так скажем, неестественным способом для нас, мы лечимся врачами, питаемся в супермаркетах, бесов не знаем вообще, как изгнать, мертвых воскрешать, и подавно нам не дано, все туда отходим, Иисус все это делал, исцелял одним, и воскрешал, и бесов изгонял, одними словами, уст своих, на что он опирался, когда он говорил, а я говорю вам, ни на что, ну я в принципе уже это сказал, что познание этой простой истины, в принципе, я вам выше это и сказал, когда ты познаешь истину, и ты сам понял, сам в себе, что ты ее познал, ты начинаешь просто о ней говорить, я вам ничем не докажу, что меня Бог на это поставил, хоть я такое говорю иногда, да, я вам всем говорю, что дела мои свидетельствуют обо мне, вот и все, не вы же говорите, а я, что я говорю, это вам решать, более того, я не ссылаюсь на Бога, что Бог говорит моими устами, это я для вас пророк, или у меня вот корочки, 25 корочек всех богословских семинаров и школы, я учитель закона, я, 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 я как раз, знаете, я просто вам говорю, любите все Божье творение, и любите правильно, это не значит, что мы всем ближним там ножки вылизываем, когда они нас отвращают от истины, или призывают к греху, нет, посмотрите на Иисусу, как правильно любить ближнего, но я говорю, Иисус, а даже так, как Иисус в Евангелии тоже искаженный, и в него тоже неизвестно, кто что вкладывает, Господь дал нам один ключ, единственно верный, поступать так, как ты хочешь, поступать другим, я бы хотел, чтобы мне не лизали туфли, когда надо, мне сказали конструктивную критику, почему я такой, почему я как-нибудь, ты бесноватый, почему, Иисус им сказал, потому что ищите убить меня, это зло, убийство человека, это грех, почему я, потому что я вашу систему ломаю, и это делал Иисус, И то, то, что я говорю, если кто-то на меня ссылается, вам что-то говорит, я вам скажу, простите, это уже он говорит, мало ли он скажет, да, я у Христа, он меня может даже любит, может, этот человек слушает меня, с удовольствием, считает, что я говорю истину, и пытается моими словами, как-то человеку что-то передать, сказать, я хожу, я, вы знаете, я от этого остара и скажу, не-не-не, это он уже тебе говорит, мало ли, что он там говорит, что он от меня понял, Я уже не раз слышал, когда мне казалось бы, говорят, пытаются, ну ты же вот это вот говорил, и пытаются мне что-то сказать. Я говорю, ты меня не так понял, я такого не говорил. Или я говорил, ты меня не понял, просто я говорил не так. Поэтому даже то, что вы пытаетесь передать чье-то, это уже вы говорите. Я говорю, это лукавство, вот это, знаете. Я никто, я ничто, это псевдосмирение. И вы на него просто многие клюете. Это псевдосмирение. У меня такой человек не вызывает никакого неуважения, да ладно, с уважением там, доверия. Я учу тебя тому, чего сам не знаю, но слышал от него. Вы будете слушать такого человека? Я сам сальто назад не умею делать, но я тебе расскажу. Я там в книжках читал у великих, у великих мастеров спорта. Я скажу, прости, я лучше или как минимум сам почитаю, раз у меня есть первый источник. А как ты мне будешь учить, как мне голову ломать и шею, прости, мне это не надо. Я буду учиться у мастера, который будет пальцем в небо тыкать и говорит, я умею делать. Я ему скажу, покажи. И он возьмет и сделает мне тройной сальто, я скажу, научи. Вот эта вот глупость, ну в основном это конечно сектантское, это православие, протестантизм, ну все секты, все организации. У них же иерархия, у них же жесткое подчинение, там по-другому невозможно. Там покорение, там рабство. Я дальше пишу. Искусственная видимость единственных в псевдохристианских финансовых пирамидах под названием православие, католицизм, протестантизм и прочее, лишь иллюзия для слепцов, не желающих прозрения. Ну и пример современной проповедники. Вот эти, когда мне там рассказывают, ты вне церкви, да вот у нас там в церкви. Я говорю, слушайте, я все прошел, я православие практиковал, и никак вы не один день по воскресеньям. Я знаю протестантизм. Ну с католицизмом я минимум знаком, но смысл-то понятен, это все близняшки, братцы и сестры. Я говорю, покажите мне хоть одного проповедника, который готовый, не скрипя зубами, сидеть друг с другом за одним столом. Покажите мне. И даже если они сидят за одним столом, мы же прекрасно знаем, что они сели только для того, чтобы попытаться договориться. Вам примеры надо православным приводить или протестантам. Или вы сами догадаетесь. Они все у нас сейчас в ютубе, кто присутствует, а сейчас все нормальные проповедники присутствуют в интернете. Посмотрите на них. Я даже фамилии называть не хочу, вы их знаете. Они терпеть друг друга не могут. Они учат абсолютно разным вещам. Абсолютно. Ну якобы они находятся в церкви. Слушай, они учат по-разному, а значит и живут по-разному. Ну что толку, что вы придумали культ из булки? И чашки с вином. И все ваше единство стоит только на этом совместном подхождении к чаше. Это все, что вас объединяет. Слушай, я со всеми людьми на земле, самыми убийцей могу оказаться в очереди в столовую. Тоже к одной чашке подхожу. На одной раздаче стоим. И кого там только нету. И грешников, и кого только нету. И извращенцев, и убийц, и мародеров. Да. И кого только нету. В одной очереди, в одной столовой мы стоим. По одной раздаче идем. Разве это единство? Тогда я един со всем миром. Я, вы знаете, когда стою, приходится где-нибудь в столовую, в кафе покушать. Я не спрашиваю у всей очереди, у всех присутствующих. Вы кто есть? Чем вы живете? Чем дышите? Как исповедуете? Вот. А то я с вами есть не буду с одним столом. Что это? Это разве пример? Даже Евангелие, я дальше пишу, каждый понимает по-своему и вкладывает туда свой смысл между строк. Сейчас я приведу пример. Что уж говорить об утомительной череде, бесконечной я бы даже ее назвал, святых толкователей и их единогласному заблуждению. Я надеюсь, вы мысль уловили. Привожу пример. Я всегда разный, такой я еще не приводил, хочу для новинки привести. Давайте возьмем изгнание... Сейчас, секундочку, я давайте его... Картиночку откроем, чтобы было, да? Где у нас... Да, давайте Иоанна откроем. Прям вторая глава у нас, помните? Изгнание торгашей, где у нас? После притворения воды в вино, у нас идет изгнание торгашей. Изгнание всех людей и всех животных из-за храма в Иерусалиме. Вы же все помните, с этого начинается Евангелие, как мы это благодаря Иоанну узнали, что это не только Иисус в конце делал, а походу на каждый праздник он этим занимался дебошем. Я вам рисую три картины. Три разных человека. Я их вам рисую только потому, и имею право на это, потому что все, что я сейчас нарисую, нет в Евангелии. Иисус берет... Я надеюсь, никому не стоит зачитывать весь эпизод, вы все знаете, мы просто время сейчас будем... Ну не зря тратить, ну вы поняли, да, раздувать ролик. Я надеюсь, эпизод с изгнанием торгашей из храма вы все знаете. Иисус берет кнут и их оттуда изгоняет. Не написано кого. Я вам рисую три образа человека между строк, которые каждый имеет право себе вложить. Вы можете еще что-нибудь придумывать. Нам не описано это. Кто смотрел мой ролик, кто нет, найдите его на канале, на моем, на проповеди Иисус Евангельский Бумажный. Я так его назвал, если не найдете, попросите в комментариях. Я дам ссылку прямую на этот ролик. Вы представляете жизнь человека, трех с половиной летнюю жизнь, проповеди, активного доброделания, уместить в двухчасовое повествование? Ну попробуйте. Все, что нам сказано... Давайте, да мы прям вот, что я буду, прям у нас на глазах же. И сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, так же и овец, и валов, и деньги у мальчиков рассыпал, и столы их опрокинул. Все. Ну и сказал продающим голубей, возьмите это отсюда, и дом отца, мы его не делайте, дом торговли. Но я хочу сейчас вам всего лишь внимание обратить на один стих. Причем он не вырванный из контекста. Просто этим стихом описано два, может быть пять минут, может быть десять минут. Но стих я прочитал за секрети, за сколько? Я боюсь, вам секундномер понадобится. И сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, так же и овец, и валов, и деньги у миновщиков рассыпал, и столы их опрокинул. Ну, пять секунд, наверное, прошло, может быть десять от силы. Как вы думаете, сколько происходило по времени это событие? Я думаю, что даже сделать бич из веревок, видимо, несколько веревок, возможно, Иисус как-то, может быть, к палке их привязал, что такое бич, кто знает, плетка. Я думаю, что даже на делание этого бича у Иисуса ушло, может быть, пять, может быть, десять минут, может быть, больше. Я прочитал стих за десять секунд. Как вы думаете, десять секунд могут описать? Ну, хорошо, десять минут, и пусть он тридцать минут всех выгонял, переворачивал эти столы. Полчаса и десять секунд. Естественно, в десять секунд описана какая-то общая мысль. Соответственно, все остальное, эти тридцать минут, никто из нас с вами, кто сейчас читает эти стихи, кем-то когда-то написанными, переписанными, переведенными, перетолкованными и дошедшими до нас, которые мы с вами сегодня, современники, в 2020 году, который уже наступил, читаем, мы каждый можем вложить туда все, что мы хотим. И кто нас осудит? Только Бог, только сердце, только истина. Я вам рисую для примера троих спасителей. Первый из них этим бичом. Не зря кто видел много картинок, где бичом Иисус хлыщет, как раз не скотину. Хотя, кто мои ролики слышал и мое чтение Евангелия от Анны, я как раз обычно говорю, что, скорее всего, Иисус выгонял погонный бич, вроде бы как для скотина, для животных. Вы знаете, правда, в последнее время я стал думать, что... И тут я вот им спокойно об этом говорю. Это не то, что у меня мировоззрение, как маятник, колеблется. Потому что, действительно, никто этого не знает. Ну, вы знаете, я говорю, что, скорее всего, он животных погонял. Потому что, ну, как скотина не понимает, ее надо или прутом подхлестывают, направляют. Вы знаете, в последнее время я думаю, что все-таки Господь действительно, может быть, все-таки... Кто-то говорил обычно, я много такое слышу, толкование есть, что он именно вот таких вот достойных этого торгашей менял, выгонял оттуда. Вы знаете, я раньше говорил, ну, как это Иисус на человека руку поднял? Ну, как-то не очень сходится. Вы знаете, я согласен, что на человека не надо бы руку поднимать. Иисус, возможно, я сейчас размышляю и имею на это полное право. И ни вы, ни кто другой мне ничего не докажете. Никакие толкования святых подсвятых они его тоже не видели. Никто его не видел. Все, что описано в Евангелии, вот и все, что мы имеем. Первый толкование на Евангелии, кто знает, это Третий век. Ну, второй, третий, это я только верю в это. Типа Иоанна Златоуста и так далее. Полноценных таких толкований. Он что, через три века? Он нигде не пишет в своих толкованиях, что ему откровение от Бога, что он все как художественный фильм смотрит, трехлетнюю жизнь Иисуса, и нам переписывает. Он просто высказывает точно такие же свои фантазии, как я сейчас высказываю вам свои. И просто по своему сердцу, я через некоторое время уже думаю, что да. Если просто выбирать, что кого-то Иисус все-таки хлыстал, я уже теперь выбираю, что он, скорее всего, человека, потому что скотина этого недостойна. Вот, хотя я вам говорю, если с точки зрения, конечно же, вообще я верю, что, конечно же, Иисус это делает. Почему я сейчас смеюсь даже, что он делает это с любовью, я говорю. Ничего страшного, по щечкам немножко потрепал, небось не развалятся ни сахарные, не растают ни ледышки, ни снег, да? Вот, может, я вам рисую троих спасителей. Первого, он бьет людей, погоняет. По спиняке, может, кому, по ногам, по попке. Второе, да, погоняет скотину, выталкивает этих людей. Третье, он вообще может вот так этим хлыстом, он, может быть, сделал его, но он мог хлыстать по земле, по округу, по столу мог стухнуть, да? Но не тронуть, естественно, ни человека, ни животное, которое испытывает боль. Материя тоже живая. Вы знаете, даже стол можно назвать живым. Вот у меня мышка, она же из материи живой. Из там дерева, из пластика, может, все что угодно быть. Вот стол из дерева, дерево вроде как живое. Да нет, есть живая, все названо, Бог вообще живой, и все, что в мире, все живой, даже камень. Но душа живая, это сердце, это чувство. Дерево ничего не чувствует. Запомните, это энергия и сердце, или жизнь, или чувство. Энергия, энергия, жизнь и чувство, и сердце, это разные понятия. Ну, я по коробочкам вам изложил, я думаю, вы поняли. Есть синонимичные слова. Жизнь, энергия. Катящееся колесо, если я его бросил с горы, оно еще жизнь не обрело. Оно просто катится вниз. Брошенный камень летящий, он не полетел, он не стал птицей. Движение, жизнь, как говорят, да, и жизнь, это еще не чувство. А вот животные, а все, что названо душой живой, это те, у кого есть чувства. А это значит, это этот организм, это существо, этот ум, это его сущность, я, оно есть даже у животных, оно, что испытывает боль и наслаждение. Это очень важно понять. Поэтому, и вот вам три Иисуса. И я вам, кстати, скажу, что третьего Иисуса, который я нарисовал, спаситель, который просто в воздухе машет хлыстом, щелкает и, может, если он там щелкал, бьет по столу там, выгоняет всех их там. Вот такой Иисус мне самый близкий. Но я уверен, что он никому не хлыстнул, никому не досталось. А вы знаете, основные толкования, что это, конечно, он, кстати, хлыст, именно не зря, кто посмотрит православие, иконопись в основном-то там достается людям. Ну, или взмахнут там, там непонятно тоже, не то, что прямо на иконах показано, что хлыст на человеках. Ну, неважно, толкование вы почитаете. Пожалуйста, вы знаете, это три разных человека. Даже Иисус, если кто-то мне скажет, что он жестокостью скотину гнал, то это вообще не мой Иисус. Да, он ее мог подхлестывать, как пастырь, как пастух, как тот, кто скотовод, он под скотину направляет. Но, правда, они тоже разные бывают. Понятно, что Иисус это делал только с необходимой, так скажем, допустимой насилием, да, как это можно назвать, которое допустимое, что просто животное поняло, куда идти, да. Хотя, я говорю, вы знаете, вот именно даже я на это. Второй людей, вы знаете, это и не мой Иисус, хоть я и говорю, что вот да, там достойный. Я не видел такого Иисуса нигде больше. Мы не видим больше никогда, чтобы он что-то себе подобное позволял. Не в плане дебоша, это очень хорошо, что он все это вытворял, там иногда самому хочется в псевдо-христианских этих погрязших в финансовых своих махинациях сектах устроить такой же в их них этих лавочках. Я уверен, что Иисус никого... Но это же могло быть. И это разные люди. Человек, хлыстающий человека, кнутом, вы знаете, это другой человек. Мелочь, не мелочь, может кто-то скажет, да ладно, ну какая разница, ну может в воздухе, может кому-то хлыстанул. Это для вас, может кому-то. А я вот задумываюсь. Для меня важно совершенство, для меня важна истина. И это важно. Тогда я... А если для вас не важно, тогда я говорю, все Евангелие размыто. Даже сам факт, что вот именно мы не можем определиться на этом месте, а это очень важный момент, я говорю, только для вас может быть не важно, тогда я с вами бы и особо говорить не стал, я говорю. А для меня важно. Потому что Иисус как-то поступал. И я сожалею и печалюсь и плачу о том, что я не знаю, вот так скажем, такой внешне авторитетной истины. И я могу на что положиться? Ответьте мне теперь сами. Я думаю, ответ очевиден, только на себя. Кто мне даст ответ? Кого я должен читать? Иоанна Златоуста? Феофилакта Болгарского, через тысячу лет жившего, читавшего толкование Иоанна Златоуста, и написавшее толкование Иоанна Златоуста, и еще больше, поднапридумав. Я на что должен опереться, читая вот Евангелие? Евангелие – это книга о жизни и учении Иисуса. Кто мне даст трезвый ответ? На кого я должен опереться? Я буду судиться сам за свои дела. У меня не получится, как у Адама с Еву, ибо у них тоже не получилось. На кого-то метнуть стрелы в своих грехах, обвинив в причине своего греха. Разве у Адама с Евой получилось? Бог им погладил их по головке и сказал, да, 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 ой, простите, это вот лукавый заполз, я не уследил. Ой, да, да, Адамчик, прости, дорогой, это я тебе Еву дал никудышную, я такой грешник, ты же меня в этом обвиняешь, ты мне дал, прости меня. Прости меня, Адам. Живи, живи дальше в раю. Разве так было? В третьей главе нам описано. Нет. Я знаю это, в отличие от вас. Я знаю, что у меня оправдания в моих грехах не будет. Поэтому я должен, как писал прекрасный апостол Павел, прийти в совершенство познания истины и любви. Это один, это один стих я вам из Евангелия привел. Таких стихов миллионы, я вам уже сказал, общую мысль. Два часа повествования описывает трех с половиной летнюю жизнь нашего Спасителя, Бога, пришедшего во плоти Иисуса Христа. Как вы думаете, сколько вопросов может возникнуть у человека? У меня тысячи возникало, когда я его читал. Когда они у меня закончились? Резюмирую. Когда я познал истину. Вот то, о котором я вам сегодня говорил, не знаю, в начале или в середине. В начале моей Нагорной проповедь кратенько, как можно было рассмотрели. О том, что истина, суть, любовь, свобода, любовь. А любовь в том, чтобы поступать и вокруг себя созидать мир, который ты хочешь, в котором жить. И хотел бы, чтобы... И понимать, что только в таком мире может быть рай и блаженство. Только это, ну, естественно, бессмертие. Я говорю, бессмертие нам просто дано. И мы можем, как Иисус, и скажет потом, о чем мы будем читать в этом же самом Евангелии от Анны, скажет, что одни из вас воскреснут в осуждение, другие в оправдание. Жизнь бессмертная дана нам априори. Бог бессмертен. Вот и все. Просто бессмертен. Свобода. Это факт. Вы можете прикрываться, Богу врать, себе врать, другим врать, что вы не способны. Нет. Даже перед лицом смерти вы свободны и обязаны избрать добро, любовь, свет, все, как хотите, самая святость. Все эти слова вам известны. Это в Евангелии столько вопросов. Что уж говорить, я пишу об утомительной череде святых на святых, на святых, на толкование на святых и святой на святой и их единогласному заблуждению. Во-первых, сейчас разберу сразу эти последние слова. Святых толкователей. Это для вас. Вот ты мне говоришь, вот он святой. Слушай, я беру его житие и читаю. Я в его житие, во-первых, ничего святого, допустим, не увидел. Звание толкователей. Кто ему опять дали? Люди. Ну, хорошо. Человек, как и я. У меня тоже на канале Библии уже скоро будет полное прочтение книги Библии. Всех книг Библии. Ну, зовите меня святым толкователем. Че. Жизнь моя, а в чем плохая? Вы обычно причем все религиозники, вы все законники. Я че, вы любите все законы, мы все. Я никого не убил, не ограбил, не украдил. Че. Чем не святой-то? По-моему, уже светится над головой. Святой толкователь. Какие-то это... Там заблуждение на заблуждение. Единогласное мнение святых отцов. Такой бред я тоже в православии все время слышал. Слышите? Единогласное заблуждение. Господь сказал, если все идут в яму, то ты-то зачем туда прешься? Разве истина эта демократия? Все сказали, власть народа, да? Демократия, кто знает. Власть народа. Кратос демос. Да мне хоть все сказали. Иисус пошел против всех. За меня кто будет давать отчет? Святой старец сказал, иди, грех на мне будет. Делай, я тебе сказал. Послушание выше... Выше чего? Выше святости. Какое послушание? В грехе может быть выше святости. Где Бог тебя потом по голове похлаждает? Все это лживое и детское богословие о том, что Бог кого-то судит. Что Бог кому-то воздает или наказывает. Бог никого не судит. Он ничего к твоей святости прибавить не может больше, чем ты добился в этой жизни. И ничего убавить от твоих грехов не может, если ты весь в них погряз. Ты тот, кто ты есть. И каждый Иисус об этом постоянно говорил, будет получать по делам своим. Все. Вот это единогласное заблуждение. Причем, кто знает, он же раб системы этой. Ему же это вбили. И они вот так вот из поколения в поколение одну и ту же ошибку передают. Августин Блаженный пишет, что все некрещенные дети жарятся в аду. И я что должен Августина Блаженного, святого, за святого толкователя принимать? Это его лживое учение, вообще антибожественное, принимать всерьез, что ли? А если он такое говорит, я даже знать его не хочу, и все его учение. У него все некрещенные дети, все, на вечной муки в аду. Да пожалуйста, заберите себе такого святого, эти толкования. Закончить я чем хочу? Что уж говорить об этой всей утомительной череде святых толкователей. А кто вам этих святых толкователей? Если вы хоть в оригинале книжку читали, вы-то кого-то слушаете? Или это ты прочитал святого толкователя, и мне пытаешься что-то доказать? А как я тебе говорю, что даже этот святой толкователь, если он вздрал в мумии, он бы сказал, слушай, я говорю, за то, что я говорил и писал, и как я понимал, и что вкладывал в свои слова, я отвечаю. Но в то, что как ты понял, и кому ты еще передаешь, ссылаясь на меня, типа это я этому учил. И кто знает, кто занимался изучением всех этих толкований, тот знает, что он такие же противоречия не только между ними, но и в самом человеке порой. Потому что непонятно, кто он писал, когда он писал, там порой не датировок. Он мог написать одно в 20 лет на заре своего покаяния, и мог написать в 90 лет на закате своей христианской святой жизни. И каждый рвет оттуда, что хочет, и говорит, что вот этот святой говорил вот так вот. Да, только он в одном месте говорит так, я знаю точно такое же место в другом месте, где он толкует и говорит абсолютно по-другому. Начнем с того же самого убийства на войне. Я такие примеры сам знаю. Сейчас просто все это оставил. И, к сожалению, приходится общими словами говорить. Я говорю, я своей проповедью же на этом, как я вам сказал, я дорос до того в жизни, что понял, что все это авторитетство, оно ничего не значит. Иисус ни на что не опирался. Я вот вам говоря это, это все не состыкуется с истиной. Что мне этот авторитет, если он вот такой вот чушь сказал, что некрещенные дети по всей земле в аду жарятся. И это отец, великий отец, католицкий, православный, а соответственно, потому что протестантизм, старобрячество, это все лишь разделение. Причем они не высшие, это они там пытаются друг другу мериться, кто выше, кто ниже. Они одинаковы. Они вот так расходятся. Там все выше и ниже. Тот, кто со властью с мирской оставался, соответственно, становился выше. Православные от старобрядцев ничем не отличаются только тем, что при власти были православные, так называемые, которые так стали называться. В католисте и протестантизме вся власть, все разделение, что типа протестанты и католики выше протестантов, так скажем, является ихним корнем, а не стеблем, лишь только потому, что они просто при власти, вот и все. А так-то они одинаковые. Вот так вот. Так что вот так вот. Я надеюсь, сегодняшний ролик много вам откроет, у кого еще закрыты глаза, вы прозрете, но вы можете прозреть только, если вы захотите. Когда к Иисусу обращались, он все время спрашивал, что ты от меня хочешь? Вот ко мне, когда стали приходить, некоторые удивляются. Они ко мне стучатся, думают, сейчас я тут на колени упал и начну ему страстно облизывать туфли. И они очень удивляются, когда я этого не делаю. Я говорю, ты кто есть и как живешь? А что ты хочешь от меня? Я спрашиваю. Вы знаете, что Иисус был таким глупым? К нему явно подходит слепой, а он его спрашивает, что ты от меня хочешь? Ну, вроде бы как Бог, явившийся во плоти, проницающий в сердца человеческие, видящий мысли их, мы это не раз в Евангелии видели, тот вдруг слепого спрашивает, у которого не просто духовные проблемы, так скажем, а явные проблемы. Он его спрашивает, что ты от меня хочешь? Что вы от меня хотите? Помните? Таких случаев неоднократно в Евангелии, когда Иисус все время спрашивал, чтобы люди высказали свое желание. Я всех тоже спрашиваю, ты что от меня хочешь? Сначала ты мне скажи. Прозрение? Я тебе его дам. Вот так вот. Вот так вот. Поэтому это просто лукавые люди. Все вот это укорение учителей, так назовем, которым я себя причисляю, потому что дела мои обо мне свидетельствуют. Не то, что я себя тычу, как Иисус на горной проповеди говорил, а сам этого не делаешь. У меня 800 роликов на Библии, будет скоро 1000, когда вся Библия запишется. 1000 роликов на Библии по Писанию вся Библия будет записана. Получится там около 1000 роликов, я так понимаю. Даже больше. Я думаю, что в конце получится около даже, да больше. Если сейчас 800 с чем-то. А, ну правда, несколько кругов, там Марк уже повторяется. Ну да. Ну пусть Библия это 1000 роликов, но тем, так как у меня будет два круга Нового Завета, получится в концовке около 1500, минимум, роликов. Четко по Писанию, кто мои ролики смотрел, это чтение с комментарием, последовательное, ничего не упускание. Понятно, я, может, не на каждом слове обращаю внимание, но это не потому, что я лукавлю или что-то пропускаю, что-то иногда, кажется, не стоит внимания. Вот, ну не зря я читаю второй раз, и кто знает, второй раз, я уже более подробно. Вот. На проповеди у меня около 300 роликов, вот. Вроде как, пока останавливаться не собираюсь. И это я говорю, да, я претендую на истину. Я сам стараюсь к нему. В чем истина? В добре, в святости. Вы посмотрите, послушайте, о чем я говорю и что я делаю, к чему я призываю. Вы отвечать будете сами за себя. Я не веду за собой. Я никого в ад не посылаю, у меня нет власти над вашим телом. Я на вечной муке вас послать в ад не хочу, хотя иногда некоторых очень хочется. Иметь бы власть. Вот. Но я шучу, вот именно, глядя на Иисуса, который даже своим распинателем на кресте ничего не сделал, да, то я, естественно, беру пример со своего господина, со своего господа, со своего учителя. Как поступал и как учил он. Вот и все. И вы сами посмотрите на мои дела прежде всего. Я говорю, я свою жизнь стараюсь максимально вести открытую. Посмотрите на мои слова, на мои, к чему я призываю. К чему? То, что исказили Евангелие, я говорю, с тем же самым веганством, кто знает. Да, я поднимаю палец вверх и говорю, что Иисус был веганцем. Иисус не убивал животных, не пожирал их, ни трупы, ни сырые, ни жареные, ни вареные. Это же очевидно. Вы нигде этого не докажете. Всегда мы видим выбор и никогда мы не видим, чтобы он это делал сам и этому учил. Все, что веганство извращают на основании Евангелия, это делают неверные выводы из поступков Иисуса, причем не прямых поступков, а косвенных. При нем готовится Пасха, умножается рыба уже мертвая, то есть уже приготовленная как пища, он ее сам не убивает. То есть из его поступков делает выводы неправильные. Сам его поступки, он нигде, возьмем то же самое веганство, я говорю, он сам не ловил животных, рыбу, птиц, не убивал их, не готовил их, жарил, варил, тушил или что. И самое важное, он это не делал сам, вернее, я не знаю, что это важно, Иисус говорил, все важно, он сам не делал и никогда этому не учил. Возьмем убийство на войне, патриотизм, он сам, никогда, мы сегодня разобрали с вами, наверное, самый случай, который был, это где вот именно с этой плетью, с этим кнутом он себе позволял выгонять всех торгашей, разбойников этих духовных из храма, и то мы не видим, как он это делал. То есть сам он людей не убивал, вообще никак, и не учил этому. Пожалуйста, патриотизм во всех сектах проповедуется на ура, нура, защита родины, ненависть к врагу, прямо противоположное учению Евангелия, и ничего, и ничего, все спокойненько проглатывается, несмотря на прямое, прямое противопоставление Евангелию. И очень спокойненько это люди хавают. Вот и все. Так что вот так вот. И вот эти вот простые, простая истина, я даже не делю, это она состоит из свободы, любви, то есть поступания с другими, так как ты хочешь поступать с тобой, делать вокруг себя мир, который ты хочешь, чтобы был, в котором был ты, да, потом, ты сам его делаешь. И соответственно, все это проецировать на бессмертие, чтобы ты сделал, чтобы это было вечно, раз ты хочешь вечно жить в скотобойне, вечно ты хочешь защищать родину и биться с врагами, да, или ты хочешь расположить свою душу и вечно быть в раю, вот, все это тебе дает возможность, этот золотой ключ, как я называю, к видению всего, к видению всех искажений в Евангелии, толковать все, что ты хочешь, а грубо говоря, не надо ничего толковать, надо просто понять истину, и ты читаешь, понимаешь, как тебе поступать. Все. А еще, вы знаете, я вам скажу, последнее, вот это вот я говорю, только на опыте человеком познается, вот это вот, ну я скажу, простите, таким языком, шкура Христа, крест Христов, который мы несем на себе, мы хотя каждый свой несем, но так и говорится, крест Христов, да, вот, ну я шкуру сказал, вы знаете, как залезть в чужую шкуру, вот это вот я, я даже, я даже, я, конечно, скорбю, скорблю об каждой погибшей живой душе, на земле убитой беспощадной людьми, особенно, да, в угоду своему чреву, или похоти отчей, или гордости житейской, ради чучела на стене, да, вот, но при этом я даже рад, что у нас веганство, в Евангелии, у нас, я говорю, у нормальных христиан, ну или вообще у мира, ладно, что в христианстве, в мире, вот именно, вот осталось таким спорным вопросом, вот, любовь к животным, потому что, вы знаете, я ощущаю себя, когда я проповедую вот это, в противовес тому, что написано, я чувствую себя, вот, действительно, в роли Иисуса Христа, который, действительно, вопреки всему, что написано, написано тем, с кем говорил Бог, мы сей, мы знаем, откуда он, что вы знаете, что Иисус, это Бог, явившийся во плоти, уж мне, вы знаете, я даже, может быть, современные проповедники истины, которые поднимают свой голос против извращения христианства, вы знаете, может быть, даже они в большей чести, так назовем, ну, тут я шучу, понятно, вы понимаете смысл, какая большая честь, Иисус говорил, что любой ученик, достигший уровня учителя, не больше его, вот, но, действительно, вы знаете, это непросто, да, потому, что для них Моисей был, что для, сейчас, для христиан Иисус, причем, многие, кто знает, это я просто, это для меня очень высокая планка, потому, что я Иисуса признаю Богом, пришедшему в плоти, а многие, кто там сыном Божиим, кто Мессией, это практически Моисей, в католицизме, Дева Мария и Иисуса, это одно и то же, в православии почти то же самое, у них и все святые давно выше Иисуса, иначе бы извращение учений святых, так называемых этих отцов, там сестер, они бы не ставили выше слов Иисуса никогда, когда они вообще прямо противоречат его жизни и его учения, и вы знаете, вот на примере с патриотизмом, с веганством, я чувствую себя, действительно, в шкуре, в роли мне не очень нравится, даже самому это слово, хотя Господь и говорил, будьте как я, будь учениками, мы в себе все должны явить, не ссылаться, ой, как Иисус там противостоял, сам ты должен это все пережить, на своей собственной шкуре испытать, и я испытываю, и благодарен Богу, что вот такая возможность есть, хотя я говорю, я бы хотел, конечно же, ведь Иисус же не хотел, чтобы его убивали, не хотел, чтобы люди творили беззаконие, и я не хочу, но есть то, что есть, мы живем в мире, лежащем во зле, и вы знаете, это действительно, вот познав только на опыте, ты понимаешь, что это такое, и это печально, печально, потому что люди готовы опираться не на истину, добро и зло легко распознается, больно мне или приятно, вот я бы хотел, чтобы моих детей резали, опыты медицинские над ними ставили, что-то когда фашисты в концлагерях ставили, все так возмущались, в клетки запирали ради похотячей, разве я хотел бы этого? В теории Бог сказал, да, вот ты подумай своей головой, ты хотел, ключ очень простой, поступай с другим, как хочешь с собой, и когда мы этого не понимаем, когда Бог нам теорию эту дал, у нас есть практика, учитель, боль, говорят, лучше учитель, поэтому у нас есть это тело, испытывающее боль и наслаждение, когда нас этими граблями по лбу бьет, или этот бумеранг, который мы запускаем во вселенную, возвращается, сразу все понимаешь, и то кто-то понимает в этой жизни, а кто-то, как Господь сказал, в этой жизни не понимает, значит попадет в другую жизнь, и там будет распределение, и те, кто останутся с такими же, как они, и оттуда перейти к другим нельзя будет, пусть это на время будет, я проповедую всеобщее покаяние, потому что человек остается свободным, всегда, но сколько-то ему вкусить придется, да, вот тогда, когда мы все на своей шкуре испытаем, тогда человеку все станет ясно, тогда он и придет к познанию истины, и изменится, вот когда он на деле изменится, тогда, когда дела его станут соответствовать его мировоззрению, тогда все мы будем в одном блаженном месте, до этого все мы будем в разных местах, вот так вот, я вам всем на сегодня желаю, конечно же, встать на совершенный путь, познать истину, познав эту истину, жить по ней, от этой жизни, от избытка сердца, у вас заговорят уста, и вы постепенно будете входить, восходить на все более и более путь познания истины, делами, вот, и именно, как Господь сказал, когда вы все это начнете, запрете блаженства, начинается с простого, с признания своей нехорошести, нищеты Духа Святого, да, заканчивается поношениями, оскорблениями, когда ты уже этого Духа обретешь, и будешь, соответственно, жить так, да, поэтому, придется отвернуться себя, взять крест, да, придется, будь больно, будь тебя бить языком, не только языком, делами может дойдет до этого, когда шло до Иисуса, всякое в жизни, в разные этапы человеческой истории было, но, христианин к этому должен быть готов, я всем вам желаю, ну, как сказать, не желаю этого познать, но, если придется, желаю, так скажем, выйти из этих ситуаций победителями, вот, на этом у меня все, я с вами прощаюсь, всем вам желаю всего-всего самого доброго, все сферы вашей жизни, всех по-братски обнимаю, целую, до встречи в следующих роликах, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok